Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая» присоединяется к нашему эфиру. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Ольга, 10 дней подготовки, это, конечно, вообще чудовищно, вопиюще. Посмотрели об этом в сюжете. По российским тюрьмам агитируют заключенных вступать в ряды частной военной кампании уже не первый месяц. И, казалось бы, количество желающих по доброй воле это сделать должно было бы уже закончиться. Но, тем не менее, рекрутинг идет, идет успешно. Кстати, сколько на данный момент удалось завербовать и чем берут? Уговорами, шантажом, огромными деньгами. Какие приемы используют? Вы знаете, апрель был рекордным месяцем для вербовки. Мы не видели еще такого количества завербованных заключенных. Вот только за апрель порядка 10 тысяч. Собственно, почему? Потому что вербовку теперь проводит в Министерстве обороны. ЧВК «Вагнер» скорее по интриганским причинам исключен сейчас с 1 февраля из этой карусели. И Министерство обороны, самое главное, предлагает те же условия за минусом вне судебных казней. Что, в общем, довольно сильно напугало заключенных. Вы знаете, до сих пор мы не видим никакого сопротивления со стороны именно заключенных. Их влечет такая очень странно понятая свобода. И мы видим сопротивление, знаете, с неожиданной стороны, со стороны сотрудников тюремной системы. Это мы видим. Но это тоже такое не гражданское сопротивление, не осознанное. Они сопротивляются из-за себя. Поскольку уже стало очевидным, уже всем стало очевидным, что побывавшие на войне заключенные, они получают помилование. А помилованием в России обладает право только один человек, президент. Это Путин. И заключенные возвращаются и снова совершают преступления, в том числе и страшные преступления. Сегодня стало известно, например, об изнасиловании двух маленьких девочек заключенным, вернувшись с войны в Новосибирске. До этого заключенный, вернувшись с войны в Краснодарском крае, убил двух молодых людей, собственно, аниматоров, которые возвращались со своей работы. Из-за автомобиля. Известны случаи, когда заключенный в Кировской области убил пожилую женщину. Кто эти люди? И что, Путин помиловал? Ну, вообще-то да. Вообще-то да, как нам говорят, Путин подписал указ об их помиловании. Но указ секретный. И мы не найдем там никаких фамилий. Это же тоже получается, что заключенный, который помиловал Путин, убил старушку или двух девочек. Нет, конечно. Оказывается, получается так, что негодяя выпустил из лагеря начальник лагеря, или там, в худшем случае, пригожен. И они виноваты во всем. Не Путин же. Путин не может быть в этом виноват. Начальство Зонска это прекрасно понимает, что нет никаких легитимных и правовых оснований для того, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях. Недаром в российском парламенте время от времени возникает все-таки предложение вернуть, да даже не вернуть, есть закон, запрещающий наемничество в Российской Федерации, там, где-то на 15 лет решения свободы. И о нем время от времени вспоминают. Но пока пригожен все атаки на этот статус отражает, но так будет не всегда, далеко не всегда. И это уже понятно. Плюс ко всему, это внутреннее сопротивление еще связано с тем, что начальники Зонска лишили своего привычного заработка торговлей условно-досрочным освобождением и, собственно, доходами от промышленного производства. Потому что всех забирают. На сегодняшний день завербовано уже больше, чем 60 тысяч заключенных. И, собственно, почему такие рекордные показатели? Потому что Пригожин, каким бы он ни был бы, к сожалению, эффективным менеджером, а он действительно эффективный менеджер, он все равно прилетал на своем вертолете в одну зону, потом в другую зону, потом в третью зону. То есть это были частые, но точечные визиты. И забирал с собой завербованных. А Министерство обороны действует сразу по всей стране. Сразу же. От Калининграда до Владивостока. То есть приезжают, даже не приезжают представители Министерства обороны, во все зоны сразу. Они поручают это в Сину. И идет набор такой очень привычный. Такая привычная, рутинная работа. Отправлять заключенных на фронт. Они, да, как сказано было в вашем предыдущем сюжете, промыло, да, идут как бараны. Действительно, идут как бараны. У нас нет до сих пор за всю войну заявления именно от заключенного, что его забирают недобровольно. Обращаются родственники, просят вернуть. И иногда получается вернуть. В первое время особенно получалось. Сейчас получается меньше, потому что уже Министерство обороны вербует по закону. Они подсуетились и осенью приняли закон, по которому можно в армию забирать людей с действующей судимостью, то есть заключенных. И тут уже правовыми методами. Хотя, о чем я говорю, какое право? Хорошо. Законами ничего сделать нельзя. Понятно, что право и закон — это разные вещи. Россия не правовое государство, но вот законы действуют вот такие. Пригожин выкупает, в общем, фактически перекупает солдатиков, таких солдатиков, неподготовленных совершенно у Министерства обороны, потому что Министерство обороны не в состоянии справиться с заключенными. Представьте себе такие вот мужчины, которые провели большую часть своей жизни в зонах, в заключении, совершенно неподготовленные военные. Вот они приезжают на фронт, и выходит ими командовать молодой командир после военного училища, там младший офицер. Ну, естественно, он не сможет этого сделать. Они его сразу посылают, и все. И нужны специалисты для того, чтобы управляться с заключенными. Пригожин сам, я напомню, бывший заключенный, и срок у него всегда был большой. Он умеет обращаться и умеет говорить на этом языке, знает специфику этого контингента, и у него получалось. А Министерство обороны с удовольствием передает своих мобилизованных с тюремной истории, передает Пригожинам, потому что само не в состоянии ими командовать. И таким образом заключенные попадают снова в ЧВК «Вагнер» и пополняют ряды. Но плюс ко всему, не только ЧВК «Вагнер» существует на фронте. Есть еще ЧВК «Патриот», который принадлежит Сергею Шойгу. Есть ЧВК «Редут», который принадлежит Олегу Дерипаске. Есть ЧВК «Поток», который принадлежит «Газпрому» и так далее. А у Аксенова есть свой ЧВК, Ольга Евгеньевна? Извините, что перебиваю. У Аксенова есть свой ЧВК? Вы знаете, есть ЧВК, который связывают с Аксеновым, и который время от времени вербуют именно в Крыму. Но у меня такое ощущение, что Аксенов скорее готовит какую-то свою для своих целей, частную армию. не для того, чтобы отправлять этих людей на фронт, а явно готовится отражать атаку на Крым, который, я уверена, что, конечно, последует. Ольга Евгеньевна, а вообще относительно появления, как грибы после дождя, появляются эти частные военные компании на территории Российской Федерации. В целом, если говорить «для чего?», ЧВК «Вагнер» понятно, но вы только что перечислили их очень много. Какова логика? Вы знаете, частная военная компания, я когда искала, например, историю создания ЧВК «Патриот», который связывают с Сергеем Шойгу, я обнаружила публикации об этой ЧВК еще 10-летней давности. Просто мы как-то не обращали на это внимания и считали их чем-то вроде участок охранных предприятий. А, между прочим, когда в Центрально-Африканской Республике были убиты трое российских журналистов, и сейчас уже понятно по расследованиям, что это сделали убийцы из ЧВК «Вагнер», тем не менее какое-то первое время это не было наверняка понятно, и в том числе было расследование еще и о том, что это могли бы быть бандиты из ЧВК «Патриот». То есть оно и тогда существовало, частная военная компания, и вовсю орудовало в Африке. Частные военные компании, они как раз для этого и были созданы, чтобы именно в странах, где присутствуют интересы, интересы такого полулегального, полутеневого русского бизнеса посылать именно туда. Поэтому, собственно, очень много африканских историй. «Газпром» и «Лукойл». «Лукойл» совсем недавно была создана ЧВК. Считается, что эти частные военные компании охраняют трубопроводы. Компания «Олега Дерипаски», частные военные компании «Редут», у него были, по крайней мере, бокситовые предприятия в очень нестабильных странах. И я думаю, что для охраны, в том числе, его предприятия, они были использованы, если я не ошибаюсь, в Гвинеи и в самых разных странах у него всегда были интересы. Но вот сейчас, насколько я знаю, Путин, по крайней мере, два раза призывал олигархов и у людей, у которых есть частная военная компания, направить все силы на украинский фронт. И призывал создавать новые частные военные компании. Вот в частности, у уральского олигарха, такого Алтушкина, появилась, например, не частная военная компания, а как бы свой батальон «Урал». То есть он полностью его снабжает и деньгами, и туда и происходит вербовка на Урале. Но это не частная военная компания, это как бы такое отдельное подразделение в составе Министерства обороны. Хотя, что называется, какую яхту назовете, как хотите, так и называйте. Батальон так батальон. Вы знаете, что, например, на оккупированных территориях, так называемых ДНР, ЛНР, действует вообще подразделение, куда в том числе, например, и врыбуются заключенные, которое называется «Партизанский отряд имеников ПАКА». Или батальон имени Богдана Хмельницкого. Ну, это совершенно понятно, что это никакой не батальон, они в составе никакой армейской структуры, а это примерно то же самое, что и, не знаю, там, батальон «Сомали», Гиви Моторолы и прочих персонажей из начала войны. Примерно то же самое. Понятно. Спасибо огромное за этот разговор. Ольга Романова, директор и основатель фонда «Руссидящая», присоединялась к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.